Едино есть, как я сказал, естественное в душе чувство, ибо известные пять телесных чувств суть особое дело. Они служат потребностям тела, как научает нас все святые и человеколюбивый дух Божий. Но оно ныне в проявлениях движений души разделяется надвое, по причине поползновения на недоброе, природившееся к уму через прислушание. Почему? То оно влечется страстной частью души, отчего мы сладостно сочувствуем благам житейским. То, что услаждается разумному мысленному ее движению, поскольку ум наш, когда мы целомудрствуем, с вожделением устремляется тищи к небесным красотам. Если потому мы придем в навык презирать благо мира сего, то сможем, наконец, и земное возделение души привести в согласие с разумным ее настроением, силу общения Духа Святого, сие в нас домостроительствующего. Ибо если его божество действенно не озарит сокровенности нашего сердца, то мы не можем нераздельным чувством, то есть всесылым расположением души, вкусить небесного блага. 30. Чувство ума есть вкус его, верно различающий духовные вещи. 31. Как телесным нашим чувствам, вкуса в здравом состоянии непогрешительно, различая хорошее от нехорошего, приятного желаем, от неприятного же отвращаемся. 32. Так и ум наш, когда начинает действовать в добром настроении, в полном, без попечения приходящем, может богато ощущать божественное утешение и немало не быть увлекаемым ничем противным тому. 33. Ибо как тело земных, вкушая сластей, приобретает опытность в чувстве всем безошибочную, так и ум, когда поднимается выше плотского мудрования, может нелестно вкушать и различать утешение Святого Духа, как говорится, вкусите и увидите, как благ Господь. 34. И, имея память о всем вкушении по действию любви незабвенную, непогрешительно различать лучше, по слову Святого Апостола, я всем молюсь за любовь ваша, более и более избыточествует в разуме и во всяком чувстве, чтобы вам познавать лучшее. 35. Когда ум начнет ощущать благодатное утешение Святого Духа, тогда и сатана свое влагает в душе утешение, в кажущемся сладким чувстве, во время ночных успокоений, в момент тончайшего некоего сна или засыпания. 36. Если в это время ум окажется держащим в теплейшей памяти Святое Имя Господа Иисуса, и как верным оружием против прелести, воспользуется этим пресвятым и преславным именем, то лукавый обольститель тот тотчас удаляется, но зато возгорается, наконец, бранью против души своим лицом, а не помыслами. 37. Так ум, точно распознавая обманчивые прелести лукавого, более и более преуспевает в развлечении духовных вещей. 38. Благое утешение бывает или в бодрственном состоянии тела, или при погружении его в сон, когда кто в теплом памятовании о Боге, как бы прилеплен бывает любовью к нему. 39. А утешение обманчивое и прельстительное, как я сказал, бывает всегда в то время, как подвижник приходит в тонкое некое дремание, или забытье, при памятовании о Боге посредственном. 40. То, происходя от Бога, явно влечет душу подвижников благочестия к любви Божией в сильном излиянии душевных чувств. 41. А это обыкновенно обвивает душу неким ветром обманчивой прелести, и во время сна телесного покушается похитить чувство вкушением чего-то приятного, несмотря на то, что ум, в известной мере, здравствует в отношении к памятованию о Боге. 42. Итак, если, как я сказал, ум окажется в такое время трезвенно памятующим о Господе Иисусе, то тотчас рассеивает это обманчиво кажущееся приятным дыханием врага, и с радостью выступает на борьбу с ним, имея готовое против него оружие по благодати, с прихвальной опытностью своей духовной. 43. Если душа неколеблющимся и немечтательным движением воспламенится к любви Божией, влечая как бы в глубину этой неизреченной любви и самое тело, в бодрствование или то, или, как я сказал, при погружении в сон, воздействуемого святой благодатью подвижника, 43. Между тем, как душа совершенно ни о чем другом не помышляет, кроме того одного, к чему возбуждена, то ведать надлежит, что это есть действие Святого Духа. 44. Будучи вся преисполнена приятных чувств от неизреченной той божественной сладости, она и не может в ту пору помышлять ни о чем другом, а только чувствует себя обрадованной, неистащимой как бы радостью. 45. Если же при таком возбуждении ум воспримет колебания, какое сомнительное или нечистое какое помышление, и если при этом Святым Господним именем будет пользоваться для отвращения зла, а не более по одной любви к Богу, то вероятно надлежит, что утешение то от Престителя и есть только призрак радости. 45. Радость такая сомненно вивается и является не как качество и постоянное расположение души. 46. Видимо, тот враг хочет опрелюбодействовать душу. 47. Видя, что он начинает проявлять верную опытность своего чувства, он и своими некими утешениями, кажущимися благиями, подступает утешать душу, в ожидании, что она, будучи развлекаемой этой блажной мокротной сластью, не распознает своего смешения с обольстителем. 47. По сим признакам можем мы распознавать духа истины и духа льсти. 48. Никому, впрочем, невозможно ни божественной благодати чувством вкусить, ни горести бесовской ощутительной испытать. 49. Если кто не удостоверится в себе, что благодать в глубине ума его сотворила себе обитель, а злые духи гнездятся негде окрест членов сердца, 50. Бесы же отнюдь не хотят, чтобы люди как-нибудь удостоверялись в этом, дабы ум, верно зная это, не вооружался против них непрестанной памятью о Боге. 51. Есть любовь в душе естественная, и есть от святого духа в нее изливаемая. 52. Та, если захотим, приходится размерное движение и от нашей воли. 53. Почему удобно расхищается злыми духами, коль скоро перестаем в усиленном напряжении держать свое произволение? 54. А это так пламенит душу любовью к Богу, что все части души прилипляются к неизречению сладости божественного возлюбления и безмерной некой простоте расположения. 55. Ибо тогда ум, как бы чреват, бывая от духовного благодатного действия энергии, источает обильный некий поток любви и радования. 55. Как море волнуемое, когда возливает на него елея, обыкновенно стихает, потому что тучность елея препобеждает силу вздымающей волны бури. 56. Так и душа наша, умощаемая благодатью Святого Духа, сладостно исполняется тишиной, потому что, по слову пророка, более Богу повинуется душа моя, тогда, как радованье ее пресекается всякое в ней волнение, уступая при осеняющей ее благостыне духа и порождаемому тем бесстрастию. 57. Почему, какие бы потрясения ни покушались в ту пору произвести в душе бесы, она пребывает мирствующую в себе и полную всякого радования. 58. Но в такое состояние никто не может прийти, ни пребывать в нем, если не будет непрестанно отрезвлять и услаждать душу свою страхом Божиим. 58. Ибо страх Господень приносит подвязающимся некий вид непорочности и чистоты. 59. Страх Господень чист, говорит пророк, пребывает век века. 60. Никто, слыша о чувстве ума, да не воображает, будто слава Божия является ему чувственна. 61. Мы говорим, что душа, когда бывает чиста, неизреченным неким вкушением, ощущает божественное утешение. 61. Но не так, что при всем чувственно являлось ей что-либо из невидимого. 62. Ибо ныне мы верою ходим, а не видением, как говорит Блаженный Павел. 63. Почему, когда кому-либо из подвязающихся явится свет или зрак, какой огневидный, или глаз, 63. Пусть он и ни под каким видом не принимает за истинное такое явление. 63. Ибо это явно есть прелесть вражья. 64. И многие, с которыми это случалось по неведению, сбивались с пути истинного. 64. Мы же знаем, что пока живем страннически в пленном теле этом, устраняемся от Бога. 65. То есть не имеем возможности, видимо, видеть ни Его, ни дивных вещей Его пренебесных. 66. Сны, являющиеся душе по любви Божией, суть не обманчивые указатели здравия душевного. 67. Они не изменяются из одного образа в другой, не наводят страха, не возбуждают смеха или внезапного опечаления. 67. Но приступают к душе со всей тихостью и преисполняют ее духовного радования. 68. Почему душа и по пробуждении тела со всем вожделением ищет этого испытанного во сне обрадования? 69. У бесовских мечтаний все бывает противно всему. 69. Не пребывают они ни в одном и том же образе, и вида своего не показывают долго несметенным. 69. Потому что там, чего нет в их произволении, на что заимствуют они из своей только лживости, 70. Долго довольствоваться они не могут. 69. При этом они много говорят и обещают великого, а еще больше угрозами стращают, принимая на себя нередко вид воинов. 69. Иногда припевают душей что-нибудь льстивое с шумным криком. 70. Ум, когда чист бывает, скоро распознает их, и иногда мысленным напряжением пробуждает тело, 70. А иногда охотнее остается в том же положении, радуясь, что возмог распознать их лукавство, 71. И в том же сне обличая их, и тем подвигая их на великий против себя гнев. 71. Бывает, впрочем, что и добрые сны не радость приносят душа, а печаль некую сладостную, и слезу неболезненную. 72. Это случается с теми, которые преуспели уже в великом смиренном мудрии. 38. О добродетели неверования никаким снам. Мы изложили, как различать сны хорошие и худые, основываясь на том, что сами слышали от опытных старцев. Да, давлеет, однако, ж нам более, как великая добродетель, то правило, чтобы отнюдь не верить никакому сонному мечтанию. 39. Ибо сны наибольшей части бывают не что иное, как видовы помыслов, игра во обожение, или еще, как я уже говорил, бесовские над нами над ругания и забавы. 40. Если, держась этого правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, 40. Кто не погневается за то на нас, любвеобильный Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из-за опасения бесовских козней, 41. Ибо хотя предреченный способ развлечения снов верен, 41. Слышается, однако, что душа по некоему восхищению вражьему нечувствительна и непроизвольно будучи осквернена, 42. Без чего, как думаю, никто не обходится, 43. Теряет след верного развлечения и верит с нам недобрым, как добрым. 44. Да послужит нам доказательство, сказанное в следующий случай. 45. Господин, после долгого отсутствия, возвратясь домой, стоит ночью у ворот и зовет раба, чтобы отворил. 46. А раб, не распознавая точно, господин ли это, решительно отказывает ему в этом, боясь, 47. Чтобы, обманувшись сходством голоса, не впустить злодея и не сделаться предателем веренного ему господином имущества. 47. И господин, когда настал день, не только не разгневался за это на него, но, напротив, 48. Великими превознес его похвалами, что голос его самого счел обманом, не желая утратить что-либо из его имущества. 48. Что ум наш, когда начнет в нем ощутительно действовать божественный свет, 49. Соделывается весь светлым, так что сам богато видит сей сущий в нем свет. 49. В этом не должно сомневаться. 50. Так всегда бывает, коль скоро душа сильно возгосподствует над страстями. 51. Но бывает, что нечто подобное призрачно является в уме и от злокозненности вражеской. 51. То как свет, то так как огонь, как учит божественный Павел, говоря, что и сатана иногда преобразуется в ангела светло. 52. Почему не должно в такой надежде, то есть в надежде видеть свет в себе, приступать к прохождению подвижничества в житии, 53. Чтоб сатана не нашел поэтому души, предуготованной к восхищению ее в прелесть, и не восхитил в самом деле. 53. Но должно то одно иметь при этом в виду, чтоб достигнуть любви к Богу всем чувствам и с полным удостоверением сердечным, 54. Что и есть любить Бога всей душой, всем сердцем и всем помышлением. 54. В ком действуется этой благодатью Божией, тот, живя в мире, чушь-то бывает мира. 55. Послушание есть, как достоверно известно, первое в числе вводных новоначальных добродетелей добро. 56. Ибо оно отсекает кечение и порождает в нас смиренно мудрее. 57. Почему бывает входной дверью любви ко Христу, Богу, для тех, которые с сердечным расположением держатся Его? 57. Отложив Его, Адам не спал во глубину ада. 58. Господь же, возлюбив Его в силу домостроительства нашего спасения, послушлив был Отцу Своему даже до креста и смерти. 59. И это тогда, как ни в чем не меньше, было величество Его, чтобы своим послушанием, загладив вину прислушания человеческого, 60. И так тем, которые восприемлют борьбу с гордыней дьявольской, прежде всего, должно возревновать об этой добродетели. 61. И она, предшествуя, незаблудно покажет им потом все стези добродетелей. 61. В воздержании есть принадлежность всех добродетелей. 62. Почему подвязающийся должен от всего воздерживать себя? 63. Как когда отнят будет какой-нибудь наималейший член человеческого тела, весь вид человека делается безобразным, как-нибудь мало того, чего в нем не достает. 63. Так и когда кто об одной лишь какой возне родит добродетеля расстраивает все благолепие воздержания, хотя и не видит того. 64. Почему должны не только телесные люботрудно проходить добродетели телесные, но и те, которые имеют силу внутреннего нашего очищать человека? 65. Ибо какая польза тела соблюдать девственным, когда душа блудодействует с бесом непослушания? 66. Или как увенчается тот, кто от чревоугодия и всякой другой похоти телесной блюдет себя, а о китении и словолюбии не брежет, не стерпевая даже и малейшего скорбления, тогда как следует, что свет правды имеет уравновесить чашу воздаяния с делами правды только тех, которые совершали их в духе смирения? 67. Все бессловесные похоти подвязающимся так должно возненавидеть, чтобы эта ненависть к ним обратилась у них в навык. 68. Воздержание же в пище так надлежит соблюдать, чтобы никто никогда не доходил до почитания мерзких какого-либо из яств. 68. Это бесовское дело, и есть клятвы рядом. 69. Ибо мы не потому воздерживаемся от некоторых яств, что они по природе злые, да не будет, но для того, чтобы, воздерживаясь от них, соразмерно укротить пламенеющие члены плоти. 69. Еще же и для того, чтобы остающаяся у нас от потребления пища была обращаема в удовлетворение насущной нужды бедных, что есть признак искренней любви. 69. От всего предлагаемого для пищи и питья есть и пить с благодарением Богу нисколько не противно закону ведения, ибо все в созданиях Божьих хорошо весьма. 70. Но самоохотно воздерживаться от многоедения и сладкоедения весьма благоразумно и премудро. 71. Только отказываться так самоохотно от предлежащих сластей мы не можем, если самым делом и опытом не вкусим божественные сладости всем чувствам. 45. Как множеством яств обременено будучи тело наше делает ум каким-то беспечным и неподвижным. 46. Так и будучи изможденно чрезмерным воздержанием, соделывается зерцательную часть души унылою и ни слова любивою, может быть неохочию рассуждать. 47. Подобавить же образ питания телесного соразмерять с состоянием силы крепости тела, когда оно здорово, утеснять его сколько потребно, а когда немоществует, послаблять ему несколько. 48. Подвязающемуся не следует расслабевать телом, но быть в силе, сколько требуется для подвига, чтобы, хотя телесными трудами, очищалась надлежащая и душа. 49. Когда при приходе каких-либо братьев или какого-либо странника, тщеславие, пользуясь этим случаем, придет в движение и, надымая нас своим ядом, станет подстрекать, не нарушать своего опищу устава, тогда наиболее благопотребно послабить несколько мер у обычного пищеприятия. 50. Ибо таким образом мы и беса отошлем от себя с оплакиванием, безуспешности своего искушения, и закон любви рассудительно исполним, и тайну воздержания нашего через послабление его сохраним невыказанную. 51. Пост, хотя как орудие благоустроящее, хотящих к целомудрию, имеет цену, но не перед Богом. 51. Почему подвижникам благочестия не должно высокоумствовать по поводу его, но от единой веры в Бога, чаять и достижение своей цели? 52. И мастера по какому-либо искусству в совершенстве своей искусности удостоверяют недобротностью своих орудий, но терпеливо заканчивать какое-либо изделие, и оно уже служит показателем, насколько они искусны в своем мастерстве. 53. Как земля, умеренно напаяемая с большим приплодом, изращает вметаемое в нее чистое семя, а упаяемая слишком обильными дождями, приносит только тернии волшцы? 54. Так и земля сердца, когда употребляем вина в меру, естественные свои семена являет чистыми, а всеваемая в нее духом святым, износит добролистиными и многоплодными. 55. Когда же через меру одождим ее многопитием, износит только тернии волшцы всеми помыслами своими? 56. Когда ум наш плавает в волнах многопития, тогда не только на образы во сне, представляемые ему бесами, смотрит страстно, но и сам в себе, рисуя некие красивые лица, такими мечтаниями своими, как какими живыми существами, услаждается с рождежением. 57. Ибо когда похотные части тела разогреются от винной теплоты, тогда нуждение некое налегает на ум представлять в себе сластолюбные такие тени страсти. 58. Почему надлежит нам, соблюдая мерность, избегать вреда от излишества бывающего? 59. Тогда ум, не имея подвигающей его на живописание греха сласти, пребывает в весне мечтательным и, что еще лучше, бессластным. 50. Об избегании употребления раздражающих аппетит напитков, искусственно приготовляемых. 53. Желающим укоротить воздымающиеся члены тела не должно касаться искусственно приготовляемых напитков, которые хитрецами такого изобретения называются предпитием, по той причине, что они обыкновенно пролагают во чрево путь множеству яств. 54. Ибо не только качество их бывает во вред подвязающимся телам, но и самое бессмысленное смешение входящих в их состав веществ сильно поражает богобоязненную совесть. 55. Ибо чего такого не достает в естестве вина, чтобы нужда надлежала примешениям разных сластей смягчать его крепость? 56. Господь наш и этого священного подвижнического жития, учитель Иисус Христос, уксусом был напоен во время страдания своего от тех, которые служили по велениям дьявола, чтобы оставить нам, как мне кажется, ясный образец, с каким расположением должны мы проходить священные подвиги. 57. Этим он как бы сказал, подвязающимся против греха не должно употреблять сладких яств или пяти, но более должно терпеливо переносить горечь брани. 58. Можно приложить и значение и сопа губки, чтобы через тот и другую совершеннее представить образ нашего очищения. 58. Тот, как вещь жесткая, представляет свойства подвигов, а эта, как вещь, употребляемая при омовениях, напоминает о полном совершенстве очищения. 59. Ходить в баню никто не сочтет грешным или неразумным, но воздержание ради удаляйся от этого я называю делом и мужественным, и целомудреннейшим. 60. И вот в таком случае ни тело наше не разблажается сластным тем омовением, ни в душе не возбуждается воспоминание о бесславном обнажении Адама, чтобы подобно ему заботиться о листьях для прикрытия второй срамоты обнажения. 61. Особенно это необходимо для нас, которые, недавно высвободившись из пагубного распления жизни этой, должны всячески стараться пребывать в неразлучном единении с красотой и целомудрой, непорочной чистотой своего тела. 61. Врача приглашать во времени дугов ничто не препятствует. 62. Бог провидел, что будет нужда во врачевательном искусстве, и благоволил, чтобы оно наконец-то оставилось на основании опытов человеческих. 63. Для того наперед дав бытие и врачевствам в ряду творений. 64. Впрочем, не на них должно полагать надежду у врачевания, но на истинного нашего врача и спасителя Иисуса Христа. 64. Это, однако же, я говорю тем, которые жизнь подвижническую проводят в киновиях или в городах, по той причине, что они, судя по течению приключающихся с ними обстоятельств, не всегда могут иметь непристающим действие веры, будучи окруженной любовью. 65. А то и по той, чтобы не впадали они в тщеславие и в искушение дьявола, по которым некоторые из них при многих объявляют, что не имеют нужды во врачах. 66. Если же кто отшельническую жизнь проводит в местах пустынных с двумя или тремя единонравными братьями, то каким бы недугом ни подвергался он, да предаст себя единому Господу, целителю всякой нашей болезни и немощи. 67. Но Господь, он в самой пустыне, по Господь, он в самой пустыне имеет довольное утешение в болезнях. 68. К тому же, как действие веры может у него не оскудеть никогда, так и выстоять на покажь свой добродетель терпения, не имеет он возможности, будучи прикрыть добрую завесой пустыни. 69. Для этого-то Господь и вселяет единомысленных в дом. 69. Когда мы крайне тяготимся приключающимся нам расстройствами телесного здоровья, ведать должно, что душа наша еще порабощена телолюбию. 69. Почему, как вещественных вожделевая услождение, не хочет она отрешиться от житейских благ, так великую почитает тяготою, не иметь по причине болезни возможности пользоваться приятными для плотской жизни вещами. 70. Если же она с благодарностью переносит при скорбности из-за болезни, то это знак, что она недалеко от пределов бесстрастия. 71. Почему с радостью ожидает она тогда и самой смерти, как виновница вступления в истинную жизнь? 55. Душа не возжелает разрешиться от тела, если не сделается совершенно равнодушною к воздуху сему, то есть ко всему житейскому и мирскому. 56. Все чувства телесные сопротивляются вере, так как чувства вкушать ищут только настоящего, присущего, а вера обещает богатство благ будущих. 57. Почему подвязающимся никогда не подобает помышлять ни о древесах ветвистых и тенистых, ни об источниках добротечных, ни о лугах доброцветных, ни о домах благолепных, ни о беседах с родными приятных, 58. Равно как воспоминать и о богатых приношениях, если случалось быть ими почтенным. 59. Но ему надлежит тем, что необходимо пользоваться с благодарностью. Жизнь же эту почитать неким странническим путем, чуждым всякого плотского утешения. 60. Ибо только таким образом стеснив свою мысль, возможим мы обратить ее всю на стезю, ведущую в жизнь вечную. 61. Что зрение, вкус и прочее чувство рассеивают память сердца, когда пользуемся ими без меры, об этом первое возвещает нам Ева. 62. Ибо пока не взглянула она на заповеданное древо сластолюбно, да то ли тщательно помнила заповедь Божию, чего ради, как бы покрываемо крылами любви Божией, не ведала она и ноготы своей. 63. Когда же возрела на то древо сластолюбно, коснулась его с великим похотением, и, наконец, вкусила от плода его с неудержимым вожделением, тотчас восприяла склонность к плотскому самоуслаждению. 64. И как обнаженная, сочетавшись с этой страстью, все свое вожделение придала взысканию и вкушению настоящих утех, примесившей по действию видимой привлекательности плода к своему падению и падению Адама, вследствие чего уму человеческому стало затруднительно памятовать о Боге или о заповедях его. 65. Мы же всегда с непрестанной памятью о Боге, взирая в глубину сердца своего, будем проводить эту падкую на прелести жизнь, как слепые очами, ибо любомудрию и воистину духовному свойственно сохранять, непарительным присущим в нас поздох видеть, чтобы добро. 66. Это мой многоопытнейший Иов научает нас, говоря, если вслед ока моего шло сердце мое. 31.7. Такое действование и есть верный признак крайнего воздержания. 32.8. Всегда пребывающий в сердце своем далек от всех красных жизней сей вещей, и, ходя духом, похоти плотских изведывать не может, поскольку таким образом таковое шествие свое совершает в ограждении добродетелями, эти самые добродетели, имея как бы превратными стражами своего града чистоты, 33.8. То все козни бесов против него остаются безуспешными, хотя иной раз стрелы всей общей всем похоти достигает даже до окон естества. 34.9. Когда душа начнет уже не похотевать красных земных вещей, тогда прокрадывается в нее большей части некий унывный дух, который неохотно потрудиться в служении слова, не допускает ее, ни твердого желания будущих благ не оставляет в ней. 35.1. Но еще же и эту привременную жизнь представляет крайне непотребную, как не имеющую достойных дел добродетели, и самое ведение уничижает, как дарованное и другим многим, или ничего особенного нам не возвещающее. 36. Этой тепло-хладной и разлиняющей страсти мы избежим, если в крайне тесные ставим пределы нашу мысль, держа во внимание одну память Божию. 37. Ибо только таким образом дух, востекший в свойственное ему горение, может отогнать от себя неразумное то разлинение. 38. Ум наш, когда памятью Божией затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему дано было дело какое-нибудь, обязательное для него, в удовлетворении его присноподвижности. 39. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, которым и пусть всецело удовлетворяет он свою ревность в достижении предположенной цели. 39. Но вероятно надлежит, что, как апостол говорит, никто может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Иисуса Господом, как же repertoireTER он asteroids появляющегося в состоянии. 44. 46. 46. 46. 46. 46.